Сигнал о помощи с целью обрести законный ночной покой прилетел в редакцию ТАУ из Азбеста. В местечке с огнеупорным названием люди горючими слезами плачут от новых соседей и их клиентов, с которыми даже полиция совладать не может. Хотя очень хочет, мы в этом не сомневаемся. Речь идет о доме номер 20 по улице с головастым названием Садовая. Полтора месяца назад здесь справил новоселье круглосуточный продуктовый магазин, который своим именем как бы сразу предлагает не ожидать от него многого по пятибалльной шкале. Его назвали Троечка. Единственное, с чем справляется на пятерочку, это банчить бухлом по ночам, то есть незаконно. Для этого в 11 вечера главный вход закрывается на клюшку, но новое окно возможностей одновременно открывается сбоку, причем чуть ли не на уровне тротуара, отчего общаться с продаванным приходится в глубоком поклоне. Примерно вот так. Вино-то есть кое-нибудь? Вино? Ага. Нет, мы алкоголем не торгуем. И пива нету? Пивом мы торгуем только до 11 часов. Но можно и после 11, в сумке-невидимке. Бутылку не возьму. Ну бутылку, если в черном пакетике, будете брать? Буду. Есть в стекле? В стекле. Возил светлый, темный. Темный. Одну бутылочку, да? Правда, квалификация продавцов такова, что и в этой простейшей ситуации они косячат. Пожалуйста. Открылка есть. Темный, точно? Вы светлый дали, дам. Я темный заказываю. Светлый не пойдет вообще. А что вы хотели? Написано же не 4, не 5 с минусом, а троечка. Если вы не догадались, то этот экспериментальный поход за пивом в неурочное время устроили местные жители под видеозапись, чтобы не было сомнений. А в остальное время за них экспериментируют ночные синяки и барагозы, да молодежь. Причем и разливает, и распивает, и отливается эта публика тут же у людей под окнами. Аборигены обороняются как могут. Нет, за дубины они еще не брались, пока пытаются оставаться в рамках закона и вызывают полицию. Полиция в общем целом реагирует и приезжает, но не для того, чтобы произвести контрольную закупку незаконного ночного бухла, а потом по-спецназовски занырнуть в оконце, взять штурмом этот троечный рассадник. Нет, они проводят, так сказать, симптоматическое лечение. Не пытаясь устранить первопричину ночных шалманов под окнами. Они уговаривают самих алкашей не шуметь и разойтись. Те их, конечно, слушают, полицейский с чувством долго уезжает, а потом опять вот так. ДПС приехали спустя 20 минут вызова. Два слова сказали, расходитесь, ребята. Все их услышали. Ничего не изменилось абсолютно. Сказано, что матеряться. Пугайтесь дальше, ребята. На всякий случай, если вдруг кто-то пожелает принять меры, напомним, это город Азбест, улица Садовая, дом номер 20, который круглосуточно легко узнать по магазину «Дроечка». Продолжение следует... Продолжение следует...